Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой кулон в виде скрижали с имитацией природного камня. Начнем. Раскатываем шоколадную полимерную глину толщиной 2 мм. Складываем пласт пополам. Ровняем его скалкой, в то же время хорошо прижимая слои друг к другу. Гибким лезвием задаем форму будущей скрижали. Можно воспользоваться шаблоном. Я делаю все на глаз. Стеком с шариком продавливаем всю поверхность. Давим не сильно, но и не ленимся, чтобы были характерные вмятины, словно от упавших мечей. Берем полупрозрачную полимерную глину и приготовим трость для центрального камня. Делим пласт на три части и каждую окрашиваем в разные оттенки синего и голубого цветов. В первый кусочек я добавила алкогольные чернила синего цвета и синюю пудру. Во второй только пастель голубого цвета. А в третьей только пудру голубого цвета. Кусочки готовы. Можно заняться скрижалью. Золотой пудрой покрываем скрижалью. Я покрываю хаотично, не только выпуклые места. Окрашенную полупрозрачную глину режем на кусочки, засыпая золотой пудрой и перемешиваем. Теперь можно сформировать трость. Чтобы все хорошо слиплось, добавляем фимогель. Ужимаем. Ужать можно как угодно. Здесь не нужен четкий рисунок и линии должны быть хаотичные. Поэтому фантазируем, режем и опять ужимаем. Под тростью отрезаем кусочек и формируем овал. Заднюю часть овала смазываем гелем. Прикладываем к кулону. Раскатываем шоколадную полимерную глину 2 мм толщиной. Вырезаем квадратик и формируем дугу. Наносим гель по краям и прикладываем к задней части кулона. Лишнее обрезаем. Это наше крепление. Перед тем, как отправить запекаться, я покрыла крепление с золотой пудрой. Запекаем при температуре, указанной производителем. Кулон почти готов. Осталось раскрыть всю глубину камня. Для этого смачиваем ватный диск жидкостью для снятия лака и протираем его, убирая излишки пудры. Покрываем весь кулон лаком и ждем, когда он высохнет. Приступаем к сборке. Я использую два шнура. Один кожаный, один бархатный. Кончики смазываю клеем и одеваю концевики и замочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот и все, наш кулон готов! Он получился очень красивым. Прекрасно дополнит вечерний наряд. В комплект можно сделать серьги или браслет. Вы смотрели мастер-класс «Скрыжаль» с имитацией природного камня от Тристания? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Оставляйте комментарии, ставьте лайки! Пока-пока! Субтитры подогнали Симон!